В НИУ БелГУ прошло пленарное заседание 14-го съезда уполномоченных по правам ребёнка в субъектах Российской Федерации. Перед официальной встречей участники посетили выставку Библиотека Белгородской семьи в МКЦ НИУ БелГУ. В рамках съезда прошло награждение лучших работников Белгородской области в сфере работы с семьёй и детьми. Также наградили победителей в фестивале детских эссе «Письмо солдату». Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребёнка Анна Кузнецова зачитала приветствие от имени президента страны. Ваш форум собрал в Белгороде уполномоченных по правам ребёнка из многих регионов, представителей профильных министерств и ведомств, средств массовой информации, известных деятелей культуры, науки, педагоги, творческую интеллигенцию. Такое широкое общественное внимание убедительно свидетельствует об актуальности обсуждаемых проблем и о востребованности в нашей стране Института уполномоченных по правам ребёнка. Участники пленарного заседания выступили с докладами. Анна Кузнецова ответила на вопросы журналистов о выплате пособий многодетным семьям, судьбе детей, усыновлённых американскими гражданами после установленного запрета, вопросы по ограничению доступа несовершеннолетним в интернет. Не только ограничительные и запретительные меры нужны. Нужно говорить о том альтернативном контенте, нужно говорить о том, что же мы предложим взамен. В ходе официального визита в Нью-Билгу детский омбудсмен посетил музей университета, где прошла встреча дипломантов фестиваля «Письмо солдату» с финалистами детского конкурса чтецов «Живая классика». Ребята читали лучшие письма, вошедшие в сборник «Письмо солдату». В течение дня в Нью-Билгу действовали рабочие площадки. Директор Центра социального развития Нью-Билгу Татьяна Никулина рассказала о социально-культурной деятельности вуза, программах социальной поддержки сотрудников, предложила идеи для развития и сотрудничества. Участники встречи обсудили вопросы реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей, предложили решение актуальных проблем. Субтитры создавал DimaTorzok